Доброе утро, мои дорогие! Сейчас хочу вам показать утро, наше утро с вареничком. Оно обычно у нас проходит одинаково. Я просыпаюсь, успеваю быстренько позавтракать, пока Варя не проснулась, потому что, ну, понимаете, сами хочется позавтракать в тишине, в спокойствии, попить кофе, поесть в рожочек. А потом просыпается вареничек. Полчаса, она такая нежная, я очень люблю с ней понежиться, пообниматься, поцеловаться. Либо же в это время я готовлю ей завтрак. Ну, мне очень нравится с ней проводить это время, пока она еще не начинает носиться по всей квартире, как Юла. Чуть-чуть с ней посидеть на кроватке, провести утро в нежностях, объятиях и поцелуях. Ну, а потом, конечно, она начинает носиться, это шило не остановить, она носится, бегает, прыгает. В это время обычно я ей готовлю завтрак, когда она начинает играть, заниматься какими-то своими делами. Ну, либо провожу время с ней, если завтрак с утра готов. Так что, вот. Ну, а потом я ее кормлю. Кормление у нас проходит очень-очень долго, потому что Варя плохо кушает. И всегда это происходит под мультики, с уговорами, разными шутками, прибаутками. И то, что сейчас вот я показываю вам, это, наверное, минута кормления, которая растягивается, мне кажется, каждое кормление как минимум на час. И кушает она у нас очень мало и очень плохо. Ну, вот такая вот варька у нас. Молодежка. А теперь хочу вам показать посылочку, которая мне пришла. Это штатив с Алиэкспресса. Вот с такой вот он насадочкой на телефон. Немножко он хлипенький. Есть штучка, на которую можно прикручивать обычный фотоаппарат или камеру. Но пока я буду пользоваться телефоном, поэтому прикручиваю штучку. Это вот сюда, вот сюда вот. Пришла мне посылочка завернута вот в такой вот пакет. Сверху еще был вот такой пакетик. И все это было в таком сумочке, чехольчике. Ну, в принципе, повреждений никаких не было. Все было хорошо. Вытягиваются у него ножки. В принципе, все легко очень вытягивается. У него на штативе три болтика, которые крутятся. Один болтик вытаскивает вверх еще высоту, помимо ножек. Один болтик крутится, чтобы у вас фиксировался телефон либо камера туда-сюда. И третий болтик, честно, я пока не поняла, для чего он нужен. Но я надеюсь, разберусь. Высотой где-то полностью штатив мне по грудь. Его можно крутить, вертеть в разные стороны. Так что, хлипенький, конечно. Но я считаю, что для первого раза, для первого штатива в моей жизни это нормально. Потому что он очень дешевый. По-моему, это самый был дешевый из всех, что были на Алиэкспрессе. Так что, в принципе, пока я им довольна. Конечно, в пользовании он должен быть у вас, наверное, все время в разобранном состоянии. Потому что, если его туда-сюда разбирать, то, наверное, он быстро сломается. В общем-то, собирается он тоже так же, как и разбирается. Очень удобно, очень быстренько. Я сейчас вот пытаюсь раскрутить третий болтик, который я не поняла, для чего он нужен. У меня муж его так закрутил, что я его даже раскрутить не могла. Так, в общем, я не поняла пока, для чего он нужен. Если вы знаете, если у кого-то такой же штатив, пожалуйста, расскажите мне. Было бы очень интересно. Так что, в принципе, для начинающих видеоблогеров, для домашней съемки я советую этот штатив. Такой он маленький, компактненький. Очень удобно его брать с собой в сумочке в этой, в чехольчике. Также вот все раскручивается, закручивается, складывается туда-сюда. Так что, да, заказывайте, если кому-то нужен. Я советую. Вот я показываю, для чего нужны эти крутилочки. И вот что я одну крутилочку не понимаю, для чего она нужна. А, ну и еще тут есть уровень. Да, уровень, который вам покажет, насколько правильно у вас стоит камера. Не завален ли горизонт. Кстати, очень удобная штучка. Так что, вот, дорогие мои, кому надо, заказывайте. Ссылочку оставлю в описании. Всех люблю, целую. Пока-пока.